сейчас залезем тебе газину в телефон так сколько зарабатываешь так в этом месяце вот мы заработали и 2000 где-то еще 10 рублей по-моему этих помощи нет полторы тысячи за ноябрь я вроде потратил покажи свой сбербанк в том случае как бы он а кстати слушай завтра будет премьера фильма ёлки 5 на котором мы идем и ты можешь вполне поймать его там кстати говоря надеюсь это видео соберет очень много просмотров очень много это просто взять срываться с места и полететь в другой город сука это решение было принято за 15 минут это настолько жестко это просто максимально эпично это это ненормально не делайте так пожалуйста никогда я собрался наверное буквально за три минуты наверное я иду домой андрей уехал и я осталась одна сказать что у меня шок не сказать ничего абсолютно я очень сильно переживаю за андрея я очень надеюсь на него все это получится все что он запланировал все таки это все получилось спонтанно и ребят пожалуйста поддержите его напишите комментарии и ставьте лайки вот уже и москве сейчас в аэроэкспрессе осталось ехать минут на 30 свои вещи рассказал время сейчас 6 утра 6 ты как вообще чувствуешь себя хорошо ну тогда ждать адрес наконец-таки я на белорусском вокзале уже вышел сдал свою большую сумку понял что сделал ошибку когда все напихал самую большую сумку кучу вещей хотя еду на один день всего лишь сейчас иду в метро там в магазин уже ждет мне адрес мне сказал он как я понял потусовался тоже полночью и домой поздно вернулся часа в три по моему и уже в 6 или сколько сейчас 7 часов уже пришлось ему кстати чтобы со мной встретиться то есть ребятки знаю что в бургер кинге в москве нужен код для дверей в туалет казани такого нет то есть я выжил 19 19 38 вот так охренеть ну привет да в общем вот так вот все таки мы встретились доехал я на сюда показал он ему видос предыдущий когда мы искали дневник кахача на мирана чтобы ты понимал примерно что все происходит да история была такова такова в общем я сидел дома опять же впрочем мы прибухнули и я такой пришел домой девушка легла уже спать я просто что-то зашел в пеша в пеша как там правильный в пеша все-таки всегда роман она правильно да да в общем в пеша зашел в пеша зашел и что-то посмотрел там постов типа давно не было и там первая пост типа рекламе ну у тебя всегда загрязнена в закрепе я такой раз что-то на твою страничку перешел и потом это в голове все просто автоматически появилось я тут же зашел посмотрел ближайшие рейсы получается увидел что ближайший рейс там буквально через два с половиной часа был из казани из казани в москву быстро его взял потому что уже не успевал со занялся с тобой максимально тоже быстро то есть я вообще думал вдруг ты не ответишь ты же должен даже можем и долго отвечать да ну блин ты очень удобно позвонил потому что возвращался с квеста получается нужно время откроем завесу тайны покажи сколько у вас там предложены на самом деле сейчас не очень много пустого как много на что-то что случилось вообще там кстати мы сделали акцию живучей с нами пушите гарану вас блогерами направлен 5 миллионов комментариев и потом все как-то началось идти вообще по пизде паблик начал падать сначала там на 20 минут и он вставал на две минуты потом опять в итоге мы в общей сложности набрали 5 миллионов 800 тысяч комментариев в к за говоря и или просто и короче пришлось все устанавливать на тот момент 30 тысяч 688 предложенных зайцев внутри тысяч это много но сколько примерно за ну вот 38 секунд назад до 3 8 40 секунд минуту назад 6 минут причем но это 8 утра в основном ну как бы подложка заполняется тем то что вот не знаю там аниме какой скрин да и вот его кидают 30 подписчиков сразу и так даже было вот такое то что знаешь типа ну как подписчики они видят со стороны то что вот мы публикуем на из нижний вид предложку и они кидают каждый они думают блин надеюсь меня хотя бы заметил вы этого не видели давайте я это скину и там получается 100 ну там 100 записей 200 одинаковых просто и иногда такое бывает что нам просто приходится что-то публиковать просто для того чтобы нам не кидали это с ребятами отъездили на крест ну там Ксюша Фокман, Кирилл, Черкас, Буатева и Дима Крикон я вижу они там попристают и короче смотрят то есть ну интересно видимо вот интересно сколько ты времени уделяешь вообще это моя жизнь в принципе то есть как давно ты вообще занимаешься два года с основания этого паблика я занимаюсь как было вообще вот если интересно знакомство с Игорем и вся эта история так как же я состоял фан сообществе и попал случайно в беседу с Игорем в тот момент был еще старый вопше который не был особо популярным там 12 тысяч подписчиков в горе что-то такое но это был вообще бум для того времени давай говори правду сколько тебе платят у тебя процент какой-то ну ты я не говорю что назови сумму но платят однозначно достаточно чтобы переехать в Москву и снимать нормальную квартиру в принципе но пока ты у Игоря живешь но на данный момент да я живу у Игоря ищу квартиру себе со школы нужно решить еще такой вопрос каверзный где продукция Игоря дома у него на данный момент вот ему получается привезли помады для блогеров конкретно то есть это эксклюзивный эксклюзивный коробки которые он отправит блогер продукция сама скоро поступит в продажу это будет наверное часов совсем скоро через несколько дней но мне тоже что-то описал на это все да то есть на данный момент только блогеры пока что получат на эксклюзиве потом уже будут получать послушки причем вот вчера привезли может даже фотографии вот эти буклеты а там две огромных стопки вот таких вот они будут идти насколько я могу ошибаться по-моему они идут с каждой коробкой и они будут подписаны собственно рочные и каждая там буклет и идет получается крадаш и помада всегда бывает обычно сколько у тебя не прочитаны сообщений вконтакте эти цифры они реально всем интересны вот не прочитанных 9800 вот как ты вообще часто отвечаешь людям но как ты разделяешь на когда тебе пишут заказчики какие ты пытаешься их запоминать или что тебя же часто пишут там девочки всякие там привет как дела во первых пишут заказчики в основном как пишут суть предложения тиша вот такой вопрос например есть ли образно говоря такой список блогеров которые бы чтобы не сделали но не не опубликуют например я никогда не вижу чтобы пашу бумчика публиковали да пашу бумчика мы просто принципиально не публикуем это потому что ну мы считаем это это дно youtube потому что как бы публиковать ну блин знаешь есть список людей но лично по нашему мнению это как бы не субъективно мы никому его не навязываем но те которые просто выстремили и прохайкали просто случайно то есть просто повезло ну вот милену чижова если о ней говорить то как бы ты что как считаешь вот что ее контент и чем чего она добилась я не очень ну как бы нет я смотрел видео но я не сказать что очень знаком с ее контентом ну боги интересно действительно она вот хотя на с них снимать на полчаса но там все такая тема то есть вместе мы были мы общались не и я такой типа записал вот и говорю это полчаса даконент нет таки то 35 нет вот на самом на показывать очень все очень интересный что она заняла свою нишу она уже раньше она может и было пьюти но сейчас насколько я знаю у нее не очень выходят эти все полы посмотреть историю в инстаграме там она важны и все время полугола там чуть ли не грудь и того подобное знаешь причем вот мы столько с ней общались всем чужой вообще был когда-нибудь парень ну такой в нормальные отношения были нет и не пульс честно я не очень я знаю как бы несколько парней с которым я там что-то контачивание но то что она там против кекса как она называет это ну действительно правда то есть это не какой-то типа ради хайпа она такая типа фу секс и так далее нет это на самом деле то есть мы лично когда общались на носите придерживаться такой позиции и распространенное мнение то что тяжелая хайпит намеренно то есть она делать все чтобы так туда самом деле это нет но это не так то есть она как сказать она вот такой человек который вот просто притягивает к себе это то есть она ничего по факту существенно не делает для того чтобы хайпить но вот так получается всегда громко каждая не каждый ее твит понимаешь все расценивают как-то по-своему и так далее просто вот она придерживает такой позиции вот и все она видео посмотрите только мои подписчики но и подписчики группы скажи что-нибудь для них может привет передаем там пожелать что-нибудь что бы ты хотел от себя добавить в принципе может есть такой вопрос на который бы ты хотел ответить просто я благодарен каждому из вас что вы подписаны на нас то что вы следите за нами не сказать то что вас много мы любим каждого из вас на самом деле то есть мы ценим каждого подписчика каждый день заходе мы просто офигеваем от цифры как какие вы активные как вы считаете нас как вы уделяете нам внимание подписывайтесь и вообще следите за нашей деятельностью нам очень приятно и и мы понимаем то что мы делаем все не зря вот что еще хочется сказать и наверное еще добавлю то что вы наверное заметили то что в последнее время да и мы писали о том то что мы помирились с спилберг и и тому подобное хотелось бы немного ну соркомментировать эту всю тему и сказать то что это лишь связано не с тем то что нас там купили и заплатили миллионы долларов или что-то такое и просто мы как-то стараемся уже отменить конфликтов публичных и это это сто раз в санту уже слишком долго на протяжении трех лет и просто это уже никому не нужно казалось ну то есть у них там есть своя база у саши и ее друзей не знаю кучу общих знакомых и тому подобное просто уже не нужны ссоры и все как-то стараются уже жить в мире и согласие вот спасибо то что смотрит это видео смотри спасибо то что спасибо что уделил на время было приятно поговорить в общем спустя 10 часов плечу домой еле-еле успел на рейс буквально оставался одна минута до заканчания регистрации мне просто нереально фортанул это все пришлось вставать и бежать в общем как наверно уже поняли потому что видео кончается синяком снять видео не удалось потому что судьба повернулся так что сегодня премьера елки 5 и они должны скоро очень были пойти на эту премьеру потому что пригласил папу саши спилберг короче ничего не получилось сделать здесь мы поговорим или по скайпу в этом этом роде там меня на грамм витя вы говорите продается вич не продается а